Сегодня мы беседуем с ученым-математиком из Азербайджана Ракибом Эфендиевым о его работе «Inverse Spectral Problem for the Hill Operator on the Graph with a Loop». Он задал мне вопрос, почему эта тема вообще могла меня заинтересовать. А вот ответ мы будем искать сегодня в течение нашей беседы. Дело в том, что чисто теоретические выкладки математические удивительным образом в какой-то момент начинают описывать некие процессы, протекающие в мире, во Вселенной. И поэтому интерес, может, даже к чисто теоретическим каким-то исследованиям, он не ослабевает. Очень часто были случаи, когда, скажем, комплексные числа или целые разделы математики, которые раньше считались совершенно оторванными от реальности, находили свое применение в неожиданных областях. И поэтому я бы хотел задать первый вопрос Ракибу, как бы определить, о чем идет речь. Что это за спектральная проблема? И что это за график с петлей? Пожалуйста. Для удобства я выведу на экран эту статью, чтобы нам было удобно по ней идти и обсуждать. Если можно было бы, я вот как бы сделал бы тоже предсловие о математике. Пожалуйста. Позвольте, конечно. Ну, знаете, я всегда вот, я вообще-то являюсь заведующим кафедрой математики в Бакинском инженерном университете. И преподаю КАКУСВАН, КАКУСТУ, это наш математический анализ. У нас англоязычный университет. И когда я всегда говорю, что математика – это язык, это точно такой же язык, как английский, как русский, как турецкий, как азербайджанский. И нам всегда нужно перевести природные события на математический язык, сделать какие-то операции и как бы прийти к какому-то, making decision, как это будет? Прийти к какому-то решению. Принять решение, да. И вот в этом плане очень прекрасным является, допустим, комплексный анализ, комплексные числа. Я всегда говорю, что математический анализ, она описывает реальный мир. Нахождение скорости там, нахождение моментальной скорости туда-сюда, там достояние. А вот комплексный анализ – это наш самый сон, как бы imaginary, наша жизнь как бы в таком смысле. В этом смысле вы очень правы. Математика описывает некоторые реальные события. И вот моя статья, которая является спектральным анализом оператора Хилла, оператора Хилла, значит, в графе, граф, loop-like, граф, это как будет, граф-петля, это тоже является как бы движением атомов или молекул, или частиц в таких вещах. Обычно математики берут заказ от физиков, механиков и химиков. Мы обслуживаем их. Впервые в 1953 году Пауэринг увидел, что энергия атома, молекула ароматизаторов, можно было бы определить с помощью спектрального анализа. То есть на графе, как будет самая. Она двигается на графе, которая соединена в одной точке, где три half-axis. Это как будет на русском? Три полуоси соединены в одной точке. Это три разные полуоси. Три координатные системы, они соединены как бы, да? Это одна координатная система с тремя осями. Не-не-не, это три координатные системы, которые соединены в одной точке. Окей. Да. И вот записав какие-то условия, которые более или менее аппроксимируют жизненный случай, допустим, реальный мир, а можно было бы прийти к какому-то самому решению. И Паулер с десятипроцентной точностью вычислил энергию атома, которая была революцией. После этого началось такое интенсивное изучение квантовой физики в графах. То есть это самое. Или же она называется graph-like structure. структурой, которая похожа на графа. А потенциалы, которые я рассматриваю, это является как бы специальным случаем. Это потенциалы, они своеобразные какие-то там. Я как-то спрашивал своего научного руководителя еще и давным-давно, что вот из-за чего ты рассматривал эти потенциалы. Он мне сказал, что мы тогда поспорили с учеными из Ленинграда, это сейчас Санкт-Петербург, что нет такого потенциала, который имеет реальный спектр, но сама является комплексно значным. И говорит, на основе этого спора, говорит, я хотел построить потенциал, который является комплексно значным, но с реальным потенциалом, с реальным спектром. Потому что квантовой физики, вы знаете, спектр должен быть реальным, и оператор должен быть самосопряженным. Это аксиома квантовой физики. В нашем случае оператор не самосопряженный, но спектр действительный, и она привлекательна для физиков, потому что можно работать. И говорит, я построил этот потенциал. Но после этого, это было где-то в 80-е годы, он опубликовал свою статью о функциональном анализе его приложения. В 93-м году Карл Бендер, он ввел класс функции PT-Symmetric Operator. Это потенциалы, которые являются несамосопряженными, то есть комплексно значенными, но они выдают как бы действительно спектр. То есть они интересны для физиков. Вот с этого начался мое исследование. Мои работы посвящены этому. Сейчас, в данный момент, я работаю еще точно таким же потенциалом, но они почти периодические потенциалы, которые доказаны еще в 1953 году, что любая тригонометрическая функция может быть разложена в ряд с почти периодическими функциями. Это позволяет нам изучить оператора Шредингера с такими тригонометрическими потенциалами, и она имеет как бы прямое применение в решении нелинейных уравнений типа Картофега де Фриза, которая очень интересна физикам. Они очень хотят решения и изучают поведение системы, как же она будет работать. Но у нас еще есть эффективный алгоритм решения обратной задачи. Can you hear the shape of the drum? Если вы знаете, есть такая... Можете выслушать форму барабана. Это называется обратная задача. А здесь тоже мы пользуемся данным эксперимента, чтобы восстановить потенциал среды, сказать, что там случилось, и какой потенциал там был, если у нас экспериментальные данные такие. В этом случае у меня получается достаточно хороший алгоритм решения, эффективный алгоритм, и потенциал восстанавливается однозначно. Вот коротко можно так, в популярном языке, о моей статье говорить вот такие вещи. Дальше, если я начну говорить, уже начнется чистая математика, я думаю, которая будет неинтересна нашим слушателям. Ну, давайте пройдемся по тому, что вы сказали. То есть, как математики на русском языке очень следят за тем, чтобы произносить комплексные числа, не комплексные, а комплексные. Комплексные, да. Мы привыкли комплексные. Не, ну это, да, но вот так математики... Это неправильно, конечно. Математики любят это. Вот, то есть, кажется, что это непостижимо умом. Хотя, в принципе, ничего особо сложного нет. То есть, если действительно, вот я скажу, как я это понимаю, а вы меня поправите, если к определенной системе координат, которую мы проходим все в четвертом классе, да, x, y и, скажем, в трехмерной системе, а мы берем другую систему координат, и координату нашей основной системы проецируем на другую систему координат, мы получаем комплексное число. Это так? Так, я не думаю, что это так. Нет. А как? Это мое видение. Может быть, вы правы, но я думаю совершенно по-другому. А как? Знаете, вот для чего нужна математика? Ну, для того, чтобы, как я сказал, принять решение. Вот если мы договариваемся о встрече, как мы договариваемся? Мы говорим о месте встречи, правильно? Мы говорим, вот придешь туда, рядом с магазином, второе окно, там третья дверь, я тебя там подожду. Точно так же нам нужна координатная система, декартовая координатная система, которой мы пользуемся очень часто. Для чего? Для того, чтобы точно узнать местонахождение точки. Правильно? Задать координаты. Да. Это двумерная область называется. Теперь у нас есть, а еще мы вот задаем, часто задают вот такой вопрос на креативный, почему два больше, чем один? А мы всегда говорим, два больше, чем один. Потому что два содержит в себе один. Нет. А потому что он находится правее на числовой оси находится правее. Вот истина начинается с чего? Вот как мы вводим числа? Ну, вы знаете, в арабской системе написания мы могли бы писать справа налево, и тогда было бы левее. Ну, к сожалению, я не знаю там в арабской системе. Я говорю свое мнение, свое видение. Это не означает то, что я прав или я не прав. Это просто одна из интересных вещей наблюдений моих. Это самое как бы. Ну, как мы начинаем вообще математику преподавать? Мы сначала даем аксиоматику. Мы говорим, что у нас есть origin, это ноль. Есть у нас straight line, это числовая ось. А потом у нас есть right-hand rule. Мы пользуемся правым... Ну, как это? Right-hand rule. Это самый... Ну, начинаем масштабировать правее. То есть берем единицу, и этим единицей мы масштабируем наше самое straight line тут самое, направо. А потом вот этот самый end point мы обозначаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Мы можем точно таким же образом сказать вместо один яблоко, вместо два груши, вместо три там айва, там что-то другое. А потом говорим вот то, что правее, оно больше. И таким образом у нас получается уже аксиомантика теорема Цельмела о плотности чисел и так далее. Ну, посмотрите, для того, чтобы на числовой оси определить место число, нам нужна одна информация. Для того, чтобы определить местонахождение точки в координатной системе, декартовой координатной системе, нам нужно две информации. Две или два, я точно не знаю. Я окончил азербайджанскую школу, у меня образование не русское, но поэтому у меня окончание может быть там неправильно. Заранее. Все прекрасно. Да. Ну, там у меня ошибки выйдут. Е, я, у меня окончание всегда скользят, я не знаю, в какую сторону. Да. Ну, посмотрите теперь. Значит, для того, чтобы определить координаты точки М, нам нужен Х и У. Да? Да. Координат, комплексные числа можно вводить двумя способами. Первое. Говорят, что пара чисел, пара действительных чисел Х и У называется комплексным числом. Для него вводится определение сложения, вычитания, умножения и деления. Говорят, вот сложить два числа, это вот это, вот вычесть, вот это, умножать, это означать, вот это. Еще можно его обозначить комплексным числом И. Мы говорим, что И в квадрате равняется минус один. То, что невозможно делать. Я всегда, вот когда студенты мои задают вопрос про комплексные числа, я говорю, комплексные числа это та ложь, которая помогает иногда очень эффективно доказать истину. Потому что, знаете, вот если, допустим, взять ряд синус Х плюс синус 2Х плюс синус НХ, вот олимпийская задача, найти сумму, она очень трудная. А вот с помощью степенного Е степени ИХ плюс Е степени 2Х используют формулу Муавра, Фурье, там как это, Фурье называется, Е степени ИХ называется косинус Х плюс И синус Х. И Е степени ИНХ равняется косинус НХ плюс И синус ИНХ. Тогда она очень легко находится, элементарно находится просто. В ходе комплексного анализа помогло анализу решить очень сложную задачу совершенно легко. Это точно так же, я говорю, это белый ложь, который помогает восстановить истину. И я всегда говорю, почему я не вижу твой сон, а ты не видишь мой сон? Потому что у нас действительно, имяджин, или как будто на русском, действительно, и другая часть, у нас совершенно разница. Проображаемый, да. Нет, на это самое, в комплексных, как вы сказали, комплексных числах. Комплексные, да, воображаемые. Там реальный imaginary part, там, я не знаю. Imaginary – это воображаемый. Да, минимый. Мнимый, да. Мнимая часть, да. Они разные. Вот поэтому, я думаю, что математика, она тем интереснее. Вот знаете, вот недавно у меня было занятие, на занятии я хотел дать precise definition of the limit, limit of the function, на the point. И мне приходилось объяснять ребятам, знаете, это очень трудная вещь, достаточно трудная, капризная вещь. Там объяснять, там язык может сломать этот самый. Да, да, все нормально. Да. Я просто хотел проиллюстрировать то, что вы вот говорите, и... Лучше аксиоматику квантовой механики, потому что там обязательно должна быть эта самая... То есть, то, что вы говорите, основой квантовой механики является понятие комплексной волновой функции. И вот здесь... Комплексная функция в квантовом описании чистого состояния системы. А, есть... Я не знаю, откуда вы это нашли. Это что за? Википедия? Ну, Википедия же, она не такая уж. Википедии можно написать всякую чушь, и там... Это не наука. Это может быть такая вещь. Но в квантовой механике оператор, который рассматривается, она обязательно должна быть самосопряженной. Это аксиоматика. И они говорят, вот, оператор самосопряженный, и спектр должна быть тогда реальным. Вы знаете, если спектр нереальный и не дискрипт... Почему это называется спектр? Обычно слово спектр мы воспринимаем как разложение волн электромагнитных на разные длины, и от этого зависит их цветовая интерпретация как бы нашими глазами. Почему это называется спектр? Я постараюсь сейчас как-то объяснить это. Смотрите, вот уравнение 2х равняется 0. Сколько решений имеет? Одно. Одно. Правильно? А 0 умноженное на х равняется 0. Сколько решений имеет? 0 умноженное на х равняется 0. Очень много решений. Правильно? 0 умноженное на 1, 0 умноженное на 2, 0 умноженное на... Мы не знаем, что там можно... Все будет 0. Да. Вот теперь давайте рассмотрим уравнение. 2х, 2 умноженное на х равняется лямбда умноженной на х. Лямбда какой-то параметр. И нас нулевое решение, тривиальное решение нас не интересует. Потому что тривиальное решение всегда есть. Лямбда называется спектром. Вот та значение лямбда, когда это уравнение имеет решение, не нулевое решение, она называется спектром. А когда, при каких значениях она будет иметь ненулевое решение? Когда 2 минус лямбда равняется 0. То есть если на операторном языке сказать, а минус лямбда, она необратима. То есть нельзя его делить на 0. Да. Интересно, а как вы ответите на детский вопрос? А почему нельзя делить на 0? Почему нельзя делить на 0? Это очень интересно. Ну, я бы сказал бы так, потому что этого нельзя делать. А как вы ответите? Мне интересно было услышать ваш ответ. Я думаю, что это только в рамках математики нельзя делить на 0. Нет, вы знаете, вот в алгебре, допустим, 0, это не означает, что наша 0. Нет, ну вот смотрите, то есть нельзя делить на 0, потому что невозможно произвести обратного действия. Вот и все. То есть нельзя поставить сдак равенства. Допустим, 1 поделить на 0 равно, если мы скажем 0, давайте сделаем обратное действие. 0 умножить на 0 не равно 1. Просто нельзя поставить сдак равенства. А действие-то бывает. Вот, допустим, у меня есть яблоко. Я его съел. Я его поделил на 0. Я его не на 1 поделил. Если я его поделил на 1, у меня осталось 1 яблоко. А если я его съел, получилось 0. То есть процесс, он существует в природе. Но алгебраически его записать со знаком равенства нельзя, потому что назад это яблоко я не вытащу. Вот поэтому чисто уравнение, где при делении на 0 мы можем получить какой-то результат, мы не можем поставить знак равенства, ибо обратного действия произвести мы не можем. Как вам такое объяснение? Ну, так это самое ничего. Но, вы знаете, я что-то вспомнил. Хотя говорят, что получается бесконечность. Не знаю. Давайте я свое видение давайте. У нас есть такой предмет, линейная алгебра называется. В линейной алгебре изучается пространство. То есть у нас есть метро, допустим, вагон метро, там люди всякого калибра. И хорошие, и плохие, и воры, и герои. А вот если начинается и склассифицировать по классификациям героев сюда, воров туда, тогда уже получается какое-то своеобразное упорядоченное множество получается. Если упорядоченное множество ввести определенные элементы, допустим, аддитивные сложения, дистрибутивность, ноль элемент, минус один элемент, минусовой элемент, туда-сюда, тогда она получается линейная пространство. И когда мы говорим о нулевом элементе, это не означает ноль, которую мы подразумеваем, оригин. Я всегда своим студентам говорю, у вас в родне есть человек, который ни к чему не годится, но он есть. говорят, да, я говорю, вот х плюс этот элемент, если равняется х, вот этот элемент ноль. Понимаете, вот поэтому я думаю, все зависит от того, чего мы будем называть нулем. В математике надо сначала отдать определение, чего ты хочешь, да, я говорю вот всегда своим студентам, если называть хорошим человеком, человек, у которого 3 миллиона денег, 10 самолетов, 15 машин, тогда я самый плохой человек в этом мире. Поэтому, потому что в определении мы сказали, мы так определили хорошего человека. Так что все зависит от того, чего как мы с вами согласен. Мы, по сути дела, сказали одно и то же, что на математическом языке деление на ноль не имеет смысла и невозможно как действие в обычной алгебре, потому что обратное действие невозможно. Мы не можем сказать, так сказать, ноль умножить на ноль обратное действие не дает единицы. Не дает... Письма может быть, письма может быть. Вообще, математика, она сама по себе очень интересная наука. И человек, который занимается математикой, он, когда понимает сути математики, он, извините за выражение, может, он просто кайфует. Я, когда работаю, я краснею. Я честно говорю, супруга моя говорит, ты как будто грустно, я говорю, нет, я счастлив, потому что я понимаю, что я делаю, я знаю, что сейчас будет, я результат вижу и иду к этому результату, и когда у меня получаются некоторые математические трудности, я знаю, что я его решу, я знаю, что я смогу его решить. Ищу варианты, еще подобные методы туда-сюда, и как бы накопеив достаточную технику, я его решаю, конечно. Но всегда я вижу итог. Я вот, когда задачу ставлю для себя, я всегда знаю, что я получу, к чему я пойду. Поэтому я думаю и в жизни точно так. А вот, смотрите, функциональный анализ. Там же каждое пространство имеет свою норму. Точно так же, как у нас каждая семья имеет свою норму. У каждого, у каждой, я всегда девочкам говорю, девочки, будьте осторожны, когда будете выходить замуж, посмотрите, там, Таугарева теорема, теорема вложения, она применима или нет? Можно ли с этой нормы в другое пространство пойти? Если невозможно, не выходите замуж за это самое пространство. Она же прекрасна. Как она переводит язык природы в язык цифр? И когда ты можешь манопулировать или же как на пианине играть на этих теоремах, это же блестяще, это же очень хорошо. Какие практические задачи вам дают квантовые физики? Что вы решаете для них? Вот квантовые физики, вот смотрите, я вам скажу, но не в квантовой физике, а просто в жизни, я скажу. Вот однажды мне пригласили в Бридж Петролиум, у нас же есть офис Бридж Петролиум в Баку, и сказали, что мы готовы с вами заключить контракт на очень большой земля. Там 3 миллиона долларов было, по-моему. Я сказал, хорошо, давайте заключать, кто откажется от 3 миллиона? А какие задачи я должен решать? Они сказали, вот смотрите, есть скважина, там 2 километра в метре, там определенный температурный режим. Течет вода, температура Т0, течет нефть, температура Т1, там, не знаю, там консистент, там температура Т2, но они же могут еще и вместе там смешанными, тогда же другая температура. Они сказали, вот если мы вам скажем, вот сейчас температура там, это Т со звездочкой, вы должны нам сказать, в какой пропорции, какая консистенция. Это одна интересная задача. Другая интересная задача, смотрите, есть нефтяные вышки, добываются нефть, она транспортируется в определенный танк, в определенную бочку, будем так говорить. Цистерну, резервуар. Цистерну, да, в определенную цистерну. Как она должна быть перекачана, с какой скоростью, что они друг друга не задавили, будем так сказать, чтобы проходили они. Это называется задача коммунгажера, максимальное протекание в минимальном сечении. Понимаете? Еще вот нерешенная задача. Есть вышка нефтяная в море, грузоподемность 20 тонн. Ну, например, новая. Прошло пять лет, но там же соленая вода, ветер, дождь, она тоже изнашивается. Спрашивается, вот через пять лет, сколько тонн груза она может выдержать? Тоже задача. И я вам скажу достаточно сложно. Вот эти задачи, которые я вам сказал, они до сих пор не решены. То есть есть такие задачи, которые до сих пор не решены. А теперь к квантовой механике вернемся. Какие задачи оттуда интересны? Ну, то, что я сейчас скажу, тоже не относится к квантовой механике. Тихо-тихо приближаюсь. Возьмем волокно, хлопковое, хлопок. Она, конечно, у одного хлопка очень хорошее качество, она без всяких изяний, там все нормы на месте. Армани, допустим, возьмет, фирма Армани, я не знаю, это фирма или человек, будем сказать, Армани возьмет этот самый, чтобы она была качественная. Теперь другое. Там есть дефект, но его просто так не определишь. А вот этот дефект, как можно определить, как можно дать, какой технологии можно его определить, что там есть дефект. А вот задача, которая, допустим, теперь уже не квантовой механике, а задача, которая на графах интересна. Есть стена, эта стена поделена на три сектора. Там кирпич, там просто стон, это что? Камень. И еще что другое, железо, допустим. В центре взрыв, распространение волны в этой самой среде. Как она будет распространена? Какая будет этот самый ущерб? Где будет самый большой ущерб? И волна вообще, это взрывная волна, как она будет двигаться в этой среде? Еще есть бесконечная листь, железная, допустим, или же, да, ну, какая-то среда, ткань, не знаю, что там, бесконечная. Там есть дефект, точка. Значит, с левой стороны ты даешь возмущение, волна пошла, правильно? И говорят, что нам нужно, обратную задачу решать надо. что тебе нужно, чтобы можно было определить местонахождение этого дефекта? Или же еще гений-инженеры, допустим, форма генов, там, она очень интересная. Они говорят, вот, что от меня ты хочешь, чтобы можно было бы определить эту форму? Но врачи, что могут они измерить? Они могут пульс измерить, там, глаз посмотреть, я не знаю, кровь, там, видимые, какие-то цены. Вот какую информацию ты от меня требуешь, чтобы я вам дал эту информацию как врач, а вы мне сказали форму гена. Вот где обратная задача самой спектральной теории. Это может быть и химия, это может быть и биохимия, это может быть и физика, это может быть и квантовой физики и так далее. Она бесконечна, обратная задача. Сейчас в данный момент обратная задача в биологии, они очень интересные и очень заманчивые, я вам скажу. Очень заманчивые. Просто, к сожалению, вот этот коронавирус, она закрыла границы и как-то мы потеряли общение. Ну, слава богу, еще скайп есть, но скайп, это не совсем эффектно. Это не то, что там... Идея приходит когда? Вот когда по лесу гуляешь, совершенно другие вещи встречаешься, покушали, вышли погулять, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля и видишь, какая-то идея рождается, новая какая-то идея рождается. Вот сейчас не хватает той самой ля-ля-ля-ля-ля, чтобы новая идея какая-то рождалась. Вот в чем дело. Это мое видение, конечно, субъективное, но я думаю, это меня удовлетворят вот мои самые объяснения. Как вы считаете, то есть насколько вот эти вот инструменты математические, они являются проявлением человеческого сознания и насколько они являются отражением как бы объективной реальности? Ну, я вам скажу сейчас тогда. Вот, смотрите, недавно один из моих студентов написал такую работу. Что такое четырехмерное пространство? Ну, одномерное – это, знаем, это ось, числовая ось. Двумерное – это Декартова координатная система. Трехмерное – это наша комната. А что такое четырехмерное? И мы начали там, там еще один хороший фильм был про многомерное пространство. И получилось так, что двумерное доминирует на одномерное. То есть, если ты двумерную разложишь, получится одномерную. Если ты разрежешь, допустим, возьмешь ящик какой-то, его разрежешь так, чтобы не было там трехмерного, получишь двумерную. Говорят, что четырехмерное – это такая вещь, что если его разрежешь, то ты получишь трехмерную. грубо говоря, сейчас это будет в Ютубе, я не знаю, начнут меня ругать или нет, я вам скажу. Смотрите, наше сердце, оно трехмерное? Желудок трехмерное? У нас много чего трехмерного внутри. Если нас разложить, ну, получается, у нас трехмерное что-то такое, да? Значит, мы четырехмерные. Вот смотрите, в Индии у богов сколько рук? Шесть, по-моему. Да, много. Но если разрежать, значит, если его разложить, то у него получается четырехмерный. Значит, боги, Господи, а можно его срезать? Вот я скажу, вы его как-то, я думаю, что вот высшая сила, которая, это уже пятимерный или шестимерный, который доминирует над нами. Вот у них там много нас внутри. Вот у нас внутри много трехмерных. У них внутри много четырехмерных. У шестимерных... Этим занимается топология, не так ли? Нет, топология, это означает, топология, это как бы расстояние, вот расстояние можно на числовой оси можно задать метром, сантиметром или же окрестностью, да, такой, окрестностью точки Х, да. Топология, это уже в пространстве, это шар, который окутывает точку Х. И там можно ли задать там что такое сходимость? Что такое сходимость? Это мы просто на числовой оси для функции подходим справа и подходим слева, посмотрим, нормальная функция, поведение функции нормальная или нет. Если она, ее поведение, допустим, корректное, то есть левое и правое существуют равны, то мы говорим, что предел существует. А вот когда многомерным, у нас же тысячи мест мы можем подходить. И эта практика уже, она как бы немножко не такая. Значит, там нужно задать топологию, чтобы можно было бы работать. Вот японцы любят трикольный функциональный анализ. Он написан на языке топологии. А Калмагора Фомин, Московская школа, она тоже на топологии, но она сначала объясняет метрику, объясняет так, чтобы это было понятно в этом смысле. Я не думаю, что топологию можно применить четырехмерную и пятимерную. Я не слышал об этом. То есть я не знаю. Я очень вам благодарен за эту интересную беседу. Сделаем выводы в том, что ваша работа позволяет решать не только теоретические, но и практические задачи. То есть все, что можно отобразить графически, может быть проанализировано этими методами. Правильно? Да. Любая среда, где процесс распространения волны проходит по этой среде, допустим, и нам нужно описывать wave propagation in homogenous medium. Да, вот то, что вы сказали, продвижение волны в помогенной среде. Распространение волны в неоднородных средах. А, в неоднородных средах. Да, она применима. Она применима, конечно же. И она недавно начала свое развитие. Сейчас очень хорошая воронежская школа. Она сейчас работает в Тексасе, Арлингтон. Он поехал туда, кричи вверх. И вообще-то у него очень хорошие результаты и применимые результаты. То есть очень хорошие применимые. Она применяется просто. Там условия, которые мы пишем, его получил Экснер. он президент Европейской Академии Европейского МОТ-общества или Европейской Академии Науки. Я не знаю, что там. У них как это назвать, я не знаю. Но, по-моему, его переизбрали. Но он тоже великий ученый, хороший человек, кстати. Он всем помогает. Я ему написал один раз, вы всем помогайте, может, и мне поможете. Вот в этом смысле. Я за то, чтобы общение с математиками было живое. Потому что высшая математика, она как бы ставит границу между обывателем и ученым. Из-за сложного математического языка и других, так сказать, разделяющих их вещей. Но мы все люди. И вот такой вот диалог, который позволяет увидеть, а чем же вы занимаетесь, а какие конкретные задачи это может решать. Не обязательно практические даже задачи, пусть это будут математические задачи. Как я уже сказал в начале нашей передачи, иногда чисто теоретические вещи потом находили очень важное применение в практических вещах. в том числе речь идет и вот о комплексных числах, которые сначала разрабатывались как чисто теоретическая область, еще до того, как им было найдено применение в практических вещах. Вот. Собственно, вы согласны с этим? Ну, как я сказал, комплексный анализ нам помогает решать очень сложные задачи реального анализа, как бы это ни странно было. Есть очень такие трудно раскрываемые интегралы, которые очень легко раскрываются с помощью методов комплексного анализа. И в этом смысле она очень помогает нам. Огромное вам спасибо. Думаю, что это полезные диалоги, когда мы просим ученых объяснить простым языком, чем они занимаются. Огромное вам спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок